Точку отсчётов цветочной кампании поставили сегодня мэр города и председатель Думы. Парусник шаг за шагом взяли в кольцо из ярко-алых целузий. Знаете, говорят, хочешь хорошо сделать, сделай сам. Мы с Андреем Генриховичем посоветовались и решили принять участие в городском конкурсе, в проекте озеленения. Нам, как и многим череповчанам, не безразлично, как выглядит череповец. Цветы – это украшение нашей жизни. И в городе разработана целевая программа благоустройства, которая включает озеленение и высадку цветов не только в парках и скверах, но и на многих других участках города. Мы, конечно, не профессиональные озеленители, но, тем не менее, посильный вклад внесём. Призываем всех жителей нашего города принять участие, посадить свой цветок, сделать свою клумбу, пусть она не станет самой лучшей, самой красивой, но она всё равно принесёт пользу всем нам, нашим детям, нашим внукам. Поэтому вот с этой целью мы открываем этот конкурс. Этот конкурс для череповца – добрая традиция и, пожалуй, уже любимая многими. С каждым годом озеленителей-любителей становится всё больше. Надеемся, что в этом году участников будет больше. Тем более мы для каждой группы сделали свои номинации. Есть номинации для торговых центров, для сферы услуг, для предпринимателей, для учреждений разных образовательных, для учреждений муниципальных, для просто горожан. Есть детские номинации, есть номинация «Фотоулыбка». Это будем принимать работы от фотографов с улыбками на фоне цветов. А ещё в списке номинации «Цветы в подарок юбилею череповца» тематические клумбы с символикой города могут создать и школьники, и ветераны, которые, кстати, в числе первых сказали «да» цветущему и красивому городу. Цветы – это не только красота и радость, но это ещё, наверное, и средства воспитания населения. А в чистом городе, в цветущем городе не должно быть грязи. И это, наверное, главное. Очень хорошее стремление, в котором, наверное, должны участвовать все. Рядом с опытными депутатами цветы сегодня высаживал и молодёжный парламент. В их планах разбить в одном из дворов красивый цветник. Новый цветник готов. Пора возвращаться к делам насущным, к правлению города. У дворца металлургов мы расстретили малыши из 86-го садика. Здравствуйте, дорогие дети. Здравствуйте. Давайте ещё раз. Три-четыре. Здравствуйте. У ребят занятия сверхважные – украсить скучный асфальт цветами. А заодно им рассказали о конкурсе. В деревне садите цветочки? Да. Нравится вам это делать? Да. Вот я предлагаю вам вместе с родителями и воспитателями то же самое сделать у себя в детском садике. У вас там есть клумбы? Да. Вот осталось их только приукрасить. Готов к этому? Да. Сегодня малышам вручили и первые подарки – показы рисунки. Дети, кстати, в долгу не остались. Рассказали стихи о цветах и спели песню. Духа душистая с весною развела, И ветки золотистые, что кудры завела. Это и какого цвета, Жёлтый одуванчик, словно золотой. Заявки на участие в конкурсе «Цветущий город» принимаются от всех желающих череповчан до 15 августа. Итоги подведут в сентябре в СКЗ «Алмаз» на выставке «Дары осени». Стоит отметить, что всего руками жителей города будет высажено 30 тысяч цветов. Это питонии, бархатцы, цинии, гордении и другие. Людмила Макарова, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».